Приветствую вас! Небольшая рекламка. Прежде чем мы продолжим, советую вам подписаться на канал, поставить лайк этому видео, колокольчик и написать какой-нибудь хороший комментарий. Да, это будет полезно для продвижения канала. Ну и мне просто будет приятно. Также рекомендую вам подписаться на Яндекс.Дзен. Тут у меня пока 9 подписчиков. Надо больше. Обязательно надо больше. Вот вы можете стать 10-м, например. А лучше, конечно же, 11-м, 12-м и так далее. С этим закончили. Если хотите поддержать автора этого контента, посвященного Трайхакме и еще там чему-нибудь, то вот есть бусти. Можете поддержать автора. Это недорого. Мне, опять же, будет приятно. Вот. Ну а теперь продолжим проходить комнатки на Трайхакме. Приветствую вас, жалкие человечешки. Сегодня у нас простая комната на Трайхакме. Называется Коммитед. Коммитед. Но она недавно вышла. Вообще простенькая, но такая прикольная. В общем, здесь, естественно, все связано как-то с гитхабом, с какими-то там репозиториями, с какими-то правками и прочее. В общем, как обычно, можете почитать описание. Тут на самом деле читать особо нечего. В общем, есть какой-то гид репозиторий, и где-то в нем внутри спрятан флаг. Но где? Непонятно. Никто не знает, где. Где он? Нам нужно его найти. Вот у нас развернута комната. Она тут у нас в виде сплит-скрина. Коммитед.зип. Собственно, вот. Home Ubuntu Committed. Пожалуйста. Давайте посмотрим. Откроем терминал прямо здесь. Коммитед.зип. Ну, его можно распаковать. Есть такая команда Unzip Committed. Да, она такие вещи делает. Теперь у нас есть каталожик. Переходим. Так, LSLA. Да, это .git. Это как раз у нас гид репозиторий. Дальше нам нужно узнать некоторые вещи. У меня тут, короче, по программе гид есть небольшая шпаргалочка. Я специально себе написал. Ну, есть команды git clone для того, чтобы скачать репозиторий. Git pool для обновления локальных репозиториев. Вот есть команда git log. Довольно интересно. Давайте попробуем. Как раз я тут сейчас буду. Git log. Ну-ка. Log. О! Так. Git log нам выдает всякие правочки. Правочки. Да. Также мы видим, что у нас как бы это мастер. Мастер. Это ветка. Ветка мастер. Ага. Finished. Бла-бла-бла. Ага. Ну, мы можем использовать команду git show и указать, допустим, допустим, ну, вот эту правку. То есть, чтобы узнать, что в этой правке было. Ну, собственно, здесь правки. Что добавлено, что удалено. В общем, добавлено вот этот кусочек, где юзер и пасворд есть, но они не указаны. То есть, просто сюда вставить. Но что конкретно нужно вставить, непонятно. В общем, мы можем их все просмотреть, но на самом деле в них ничего не будет. То есть, это вот эти файлы, main.py и прочее. То есть, можно прочитать по каждой из этих правок что-то, но там ничего интересного не будет. А вот что нам нужно, так это нам нужна команда git branch с опцией A. Git branch. Git branch с опцией A. Так мы хотим посмотреть все ветки. Все ветки. У нас сейчас как бы мастер, да? А мы хотим узнать, какие вообще есть. Вот, есть мастер, он помечен звездочкой как текущий. И вот еще есть db int. db int. И вот как раз его-то мы сейчас и проверим. Команда называется git check out и название, собственно, branch'а. Git check out. И, собственно, вот это вот самое. db int. Бам. Switched to branch. Мы переключились. Соответственно, дальше мы можем использовать уже команды git log. То есть, заново используем команды git log, git show, только уже на другой ветке. Git log. Так. И здесь нам сразу в глаза бросается вот эта вот правочка под названием oops. Oops. Ну что ж, раз oops, то давайте ее и проверим. Git show и вот этот вот oops. Что же в нем? Ой. А в нем прописан пароль, который является флагом. Да. То есть, здесь они забыли. То есть, на самом деле, вот так должно быть. То есть, как комментарий. А они добавили флаг в виде пароля. Все. Это и есть решение. Нам нужно просто переключиться на другую ветку и просмотреть ее поподробнее. Все. Представляете, комната элементарная. Проходится за, не знаю, за пару минут. Все. Какво. Готова? Готова. Готова. Продолжение следует...